Животный мир является важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, обязательным элементом окружающей природной среды и биологического разнообразия планеты. Поэтому большую роль развития экологии играет охрана, воспроизводство и эффективное использование животного мира. В частности, рыбоводство является неотъемлемой частью этого процесса. Казахстан богат рыбными ресурсами. Вклад этой отрасли велик не только экологически, но и экономическом плане. В последнее время в этой сфере ведется большая работа. В целях развития рыбохозяйственного потенциала Жамбулской области в 2020 году была утверждена региональная программа развития рыбного хозяйства региона. В соответствии с данной программой в 2023 году на территории области было предусмотрено выращивание 666,1 тонн товарной рыбы. По итогам 2023 года произведено 867,6 тонн, что почти на 30% больше, чем планировалось. В настоящее время на территории Жамбулской области имеется 131 рыбохозяйственный водоем местного значения. Кроме того, у нас 18 участков озера Балхаш республиканского значения. Все эти участки закреплены за природопользователями. Кроме того, на сегодняшний день из 131 рыбохозяйственного водоема местного значения 105 закреплены за природопользователями. Также со стороны государства оказывается большая поддержка предпринимателям, занимающимся аквакультурой. В 2023 году из местного бюджета на субсидирование отрасли было выделено 281 миллион тенге. Через платформу информационных систем Балхаш на информационный сервис кезикте.кз подано 45 заявок на субсидии на возмещение затрат на приобретение рыбных кормов и рыбоводного материала от 18 заявителей. Сумма субсидий на возмещение затрат на закупку составила 222 миллиона тенге. Аквакультура субсидируется государством. В частности, у нас 5 направлений субсидии. 30% расхода выделяется на закуп кормов, используемых при рыбоводстве. 50% на закуп рыбоводного материала. 50% расходов на приобретение рыбоводно-биологического обоснования. 50% на закуп лекарственных препаратов. 50% на снижение себестоимости продукции аквакультуры путем выкупа маточной стаи, дополняющей рыбное поголовье и возмещение расходов на их содержание. Отметим, что в текущем году из местного бюджета на субсидирование аквакультуры будет выделено 200 миллионов тенге. Кулеш Мурзакова, Адиль Сайлаубеков, Алимжан Ахпаев, 77 Ньюс.